Проблема с работой. Начать... Стоит ли начать общаться, то есть начать общаться с этим мужчиной? У него проблемы с работой. Может быть и стоит, и посмотреть... Общаться ведь не означает в постель сразу прыгать. Вот почему вопрос-то задан? Женщина боится... Смотрите, почему задан вопрос? Женщина боится привязаться. Она думает, вот сейчас начнусь, потом не отвяжешься. Начну общаться, потом не отвяжешься. А почему? А потому что она не знает, что значит общаться. Потому что культура другая, понимаете? Люди как общаются? Они познакомились, посидели в ресторане. Цель. Они привыкают друг к другу для того, чтобы как можно быстрее лечь в постель. Потому что, ну, пока еще рано ложиться. Ну ладно, ну еще посидим в ресторане. Ну раз, ручку положил на колено. Ну молодец, первый шаг сделал. Уже ближе к постели. Потом еще ближе. Потом оп, уже в постель лежим. Нормально все. Значит, познакомились. Так цель-то совсем другая. Цель заключается в том, чтобы понять, к кому ты привязываешься. Потому что, когда постель наступила, тогда уже все. Для женщины вариантов нет. Она привязалась уже. И она не может никуда деться от этого человека. Она примагнитилась к нему. Все. И она боится. Она говорит, надо ли знакомиться с этим человеком? Надо понять, что это значит знакомиться. Знакомиться, значит, общаться на расстоянии с ним. Можно в любой момент закончить отношения. Нет проблем, не является грехом. Начать отношения. Пообщаться, поразговаривать и закончить их. Почувствовать что-то не то, закончить. Пообщаться. Понимаете, общаться не означает ничего другого, кроме этого. О чем я сейчас сказал. Общаться означает двигать губами. И при этом губы не смыкаются вот так. Союз Аполлон не происходит. Состыковка Союз Аполлон не происходит. Просто мы двигаем губами и разговариваем. И руки тоже никуда не лезут. Просто разговариваем. А если лезут по рукам? Мы общаемся просто. Женщина должна сначала установить господство над мужчиной в отношениях. Должна показать свои права. Ведет себя неправильно. До свидания. Потому что женщина имеет на это право полное. Она устанавливает отношения сначала. Женщина это делает. Не дотрогай, не дотрогай. Почему же глядишь так строго? А за окном бушует месяц май. И губы шепчут мне прощай. Глаза глядят, останься. Мужчина есть природа такая. Он лезет, пытается достичь женщину. Она должна быть недотрогой. Должна отодвигать его и воспитывать, учить отношения. И он будет ее за это уважать, бесконечно уважать. Вот настоящий человек достался жизни. Понимаете? А не прыгать в постель с ним. Мужчина не уважает таких людей. Конечно, классно. Классно. Мужчина наслаждается, но он не уважает. Поэтому бросает потом легко. Начинает понукать такой женщиной. Понимаете? Нет образования, значит, у женщин. Как себя вести? Всю жизнь живем в гражданском браке. Гражданском. То есть недавно у нас было 9 мая. Этот день победы. Ну, то есть в гражданском браке. Такое слово очень возвышенное, да? Порохом пропал. Ну, то есть возвышенное слово очень гражданском. На самом деле в каком браке? В каком на самом деле? Да это не брак. О, в греховном браке живем. В греховном. Потому что мы друг другу обещания перед Богом не давали. Перед государством не давали. Мы ни перед кем не клялись, что мы будем вместе. Мы детям своим не можем сказать, что мы муж и жена. Не можем. Но при этом, как бы, называем это таким возвышенным словом. Последние 5 лет муж не разговаривает. Но это результат таких отношений. Не дает денег. Понятно. Обзывает меня плохими словами. Это значит, сладкий вкус кончился уже. У каждого человека в жизни сначала идет сладкий вкус в семейной жизни. Потом, оп. Если мы любовь не копили, не взращивали отношения, долг свой не выполняли, не служили близкому человеку, а брали, брали, брали. Потом наступает, в какой момент, пусто уже. Копилки вот этой судьбы пусто. Брать нечего. И начинает, искоменно наступает. Он начинает сразу говорить плохие слова. Я на него обижена. И, как бы, всегда в таких случаях в тайне возникает. Может, пора сматываться. Хотя я всегда старалась с ним правильно жить. Всегда старалась. Всегда. А он скотина, не старался. Проблема в чем заключается? В том, что он скотина, а я хороший. Главная проблема жизни. Любого человека. Первый этап. Беспросветное страдание. Означает, он скотина, а я хороший. Беспросветное страдание. Беспросветное. Второй этап. А может, это не так? Может, надо разобраться в этом? Может, что-то по-другому все-таки? И третий этап. Оказывается, любить мужчину означает не только вот ходить вот так вот на задних лапках перед ним. А еще так же означает воспитывать его. Воспитывать. А это так тяжело женщине делать. Женщина или может кричать на мужчину, или обижаться, или ходить на задних лапках. И то, и другое означает эгоистическая деятельность. Но воспитывать означает с любовью им говорить правду. Когда все хорошо. Не когда все плохо, а когда все хорошо. Но для этого же надо честно жить в своей семье, выполнять долг перед близким человеком. А это не просто уже. Это уже не просто. Для этого сильное сердце надо иметь. Смотрите. Женщина ходит перед мужчиной на задних лапках. Один вариант. Женщина пытается доминировать над мужчиной всегда и боится ходить перед ним на задних лапках. Второй вариант. Почему женщина ходит на задних лапках? В чем проблема? В чем причина? Потому что ей нравится, что он дает ей спокойную жизнь, что он работает, что он защищает ее. То есть она же на задних лапках ходит не бескорыстно перед ним, правильно? У нее есть свои интересы в этом во всем. И она как осуществляет эти интересы? По-женски. По-женски. Просто не трогать его. И тогда он останется рядом со мной. Ты его не трогаешь. Что он делает? Наглеет. Наглеет больше. Начинает бить, насиловать. Так? Почему? Потому что ты беззащитная тварь для него. Беззащитная тварь, которая может делать все, что угодно. Почему тварь? А потому что такая женщина потеряла чувство собственного достоинства. Она ради счастливой жизни готова отдать все. Даже собственное достоинство. Результат какой? Мужчина наглеет. Так у меня вопрос, а кто виноват-то в этом? Оба виноваты, но сначала женщина. Кто виноват сначала? Сначала виноват тот, кого бросают. Теперь второй вариант женщины. Доминирует всегда над мужчиной. Он, допустим, ее чуть строже попросил, она сразу из стельки катать. И не уступает. Даже если он ее бьет, она все равно не уступает. Потом очухивается опять за свое. Почему она так делает? В чем причина? Потому что она когда-то, может быть, в прошлой жизни уже была вот этой вот беззащитной тварью, понимаете? И она уже получила вот когда-то этот опыт, что мужская природа склонна насилие совершать. Она склонна доминировать, захватывать власть. И такая женщина ни на йоту не уступает. Она говорит, да нет, не будет тебе власти. И сражается с мужчиной, постоянно делает из него петуха. И он начинает драться с ней, там, мучить ее, в конце концов бросает, уходит, находит себе безропотную тварь, чтобы с ней счастливо жить какое-то время. И оба типа отношений называются неразвитыми отношениями. Почему? Потому что в них нет любви. В них есть просто глубокая корысть, которая действует по-разному. Как же должна женщина себя вести в семье? Она должна смиренно себя вести с мужем, и одновременно у нее должно быть чувство собственного достоинства. Она должна говорить ему правду, не бояться, что он уйдет от этого. Уйдет, значит, такова судьба. Но говорить надо с любовью, потому что, когда я говорю с любовью, уходить не хочется. Вот смотрите, я вам могу простой пример привести. Я вам сейчас говорю правду. Мне даже страшно становится того, что я сейчас говорю. А вы сидите и слушайте. Почему? Потому что я делаю это с любовью. А если я это делаю не с любовью, я смотрю в ваши глаза, и в них появляется неприязнь. Это значит, что у меня там нет любви в сердце. Я стараюсь тогда говорить с любовью. Вот и все. Так должна протекать жизнь. У нас здесь тоже личная жизнь протекает. Мы с вами глубокие отношения строим. Не просто отношения, а глубокие отношения. Поэтому очень просто, метод очень прост. Не надо лукавить самому себе и думать, что у тебя все будет нормально. И не надо бояться судьбы. Надо говорить правду близкому человеку. Надо выполнять перед ним свой долг. Это означает любовь настоящая. На работе проблемы руководитель, старший бухгалтер просто издевается. С каждым днем увеличивается работа без увеличения зарплаты. Знакомая история, да? Не пускает в отпуск надмеренно. На мои возражения всегда один ответ. Не нравится – уходи. Волиться не могу. Проблемы со здоровьем. Приходится... Ну, в общем, и в отпуск надо, но не факт, что отпустят. Почти каждый день – истерики. Прихожу домой в слезах. Невыносимо. И подговорила главного бухгалтера пожаловаться некому. Старший бухгалтер. То есть главный еще бухгалтер. Ну, ладно. В общем, идея очень простая. Смотрите. Женщина поставила своей целью жизни работу. Ну, вот работа – это и есть то, что меня спасет. Цель жизни человека – работа. Какой результат? У него очень сильно появляется надежда, что работа принесет счастье. Так? И он эту надежду, веру, начинает возлагать на людей, которые являются руководителями. Но руководители извлекают из нее прибыль. Они не строят с ней вот такие возвышенные отношения. Они из нее извлекают прибыль. Понимаете? Они видят, человек пришел с верой. Так, смотрит. Значит, можно больше его дать работы. Выполнил еще больше работы. Зарплату не повышаем. Они эксплуатируют, извлекают прибыль. Что делать? Уходить с работы? Опять, если ты так же с верой пришла, опять та же самая ситуация будет. Опять. Во что женщина должна верить? Она должна верить в Бога. На втором месте стоит семья. Вот смотрите, в семье какая ситуация. Ведь та же самая. Женщина, она отдает свою судьбу семье, так? Она много там терпит, страдает. Иногда муж наглеет. Но у нее даже нет идеи, да? Как-то менять эту ситуацию. И это означает женская природа. Там женщина может это терпеть. Допустим, мужчина работает. И начальник эксплуатирует его. Видите, у него нет идеи менять. И он так сильно не страдает от этого. Ну, если козел будет дальше меня эксплуатировать, поменяю работу. Он как бы верит в это все. Но это его природа. Он может так жить. Допустим, рыба легко в воде себя ведет. Но когда ее на берег выбрасывают, она вот так дергает, спрыгает. Она не может плавать так быстро. Почему? Потому что не ее среда. У женщины среда, где это ее дом, семья для женщины. Она там плавает очень хорошо, легко. Ей легко так жить в семье. Это ее природа очень тонкая, в близких отношениях изощренная у женщины. Когда она попадает в коллектив, там не ее среда. Грубые, производственные, деловые отношения. Ей тяжело. Там обижается, скованно себя чувствует. Тяжело. Зачем тогда предаваться этой среде? Вот смотрите, вопрос-то какой. Что мне делать, Олег Геннадьевич? Ну вот женщина как себя вести должна? Ну вот заставили работать больше. Подходите как бы к старшему бухгалтеру, к главному пока не надо подходить. Подходите к старшему бухгалтеру, говорите, а я не могу больше работать. Говорит, как не можешь? Останься. Не могу остаться. Ну тогда мы тебя увольняем. Ну смотрите, и пошла домой. Оставили, оставили. Не оставили, не оставили. Все. Женщина спокойно относится. Потом раз, нашла себе другую работу. Женщине надо обязательно вот на одной работе работать? Нет, не обязательно. По судьбе она может туда-туда устроиться, куда она считать нужно. Все. Теперь нет работы. Опять нет работы у женщины. Как она живет? Смотрите. У женщины нет работы. Есть подружки, они поймут. Всегда, когда у женщины нет работы, подружки поймут, скажут, давай мы тебе поможем. Поможем, давай ищи работу. Родители поймут, скажут, доченька, ну приезжай к нам, поживешь. И все нормально. Доченька приехала, нормально. Ну она у нас женщина. Что? Ну нет работы, ничего страшного. Все нормально. Видите, как бы женская природа может без работы жить. Мужская нет. Мужчине надо работать, укрепляться на работе. И там судьба ему создала все условия. Он такой ему сказал, больше еще работы. Он такой, чего? То есть он как бы, он может поставить за себя. Женщины нет, она верит начальнику, верит. Такой хороший человек, начальник, хороший. А мужчина, он верит, но он как бы верит. Может быть и верит. Он думает, что делать дальше. И с мужчиной поэтому так не поступишь особо. Взять его и работай больше, еще больше работай, еще больше. Есть такие мужчины, конечно. Но с ними так и поступают. Почему нет чувства собственного достоинства? Сейчас я вам в этом плане расскажу одну ведическую историю интересную. Смотрите, очень простая история. Одна змея решила стать святой, кобра. И она решила, что никого не буду кусать насмерть. Все, дала клятву. И через две недели ее начали закидывать камнями, бегают за ней. Никто ее не боится, она уже все, никого не кусает. Все поняли, что она святая. Ну, будем ее кидать камнями. И она приползает к святому человеку, отреченному. Такая змея может разговаривать. И говорит, что делать-то? Он говорит, а ты не кусай, а капюшончик-то раскрывай вот так. Я не отстану от тебя. Поймут, что это обычная змея, и все, и не будут тебе приставать бегать за тобой. Так получилось. Если человек раскрывает капюшончик вот так, это не значит, что он плохой. Просто он показывает, что у него есть чувство собственного достоинства иногда. И все. Это нормально. Кому? Тем людям, с которыми ты строишь не любовные, глубокие и возвышенные отношения, а просто деловые. Понимаете? Любовные и возвышенные отношения могут быть только с наставником. Даже в семье надо иногда капюшончик открывать. Чуть-чуть так. Раз. И все. Я и муж хотим жить в разных странах. Ну, муж, понятно. А вы-то зачем? Когда мы женились, то думали, что уговорим друг друга либо уехать, как я хочу, либо остаться, как он хочет. Но чем дальше мы вместе, тем острее возрастает этот вопрос. У нас уже ребенок два года. Хороший вопрос, ответ очень простой. Надо ехать к мужу. Женщина должна выбрать мужа, а не свободу. Мужчина не может поменять деятельность, он не может переезжать. Его природа оставаться там, где он есть. Женская природа привыкать к тому месту, где живет муж. Она должна все бросить и поехать к мужу. Вот такой ответ очень простой. Почему? Потому что женщине проще привыкать, приспосабливаться к новой обстановке. Мужчине тяжелее. Ради семьи женщине легко это сделать. Ради семьи. Мужчине нет. Все. Ответ очень простой. Нет вариантов здесь никаких. А может, он все-таки переедет. Может быть, и переедет, а может быть, и нет. У нас еще другая проблема. Если вы рядом с ним не будете долгое время, у него заведется другая жена. Заведется именно вот так. Я сейчас объясню, почему. Потому что женщина, она пахнет ароматом любви. Мужчина не пахнет ароматом любви, а женщина пахнет. Но мужчине положено, чтобы рядом с ним был этот аромат любви. Если долгое время нет рядом с ним аромата любви, то он заводится. Как это происходит, никто не знает. Он заводится. Поэтому женщина должна жить рядом со своим мужем. Чтобы другой аромат любви не заводился рядом с ним. Не заводился. Понятна система, нет, женщины? Я ему доверяю. Но дело здесь же не в доверии, а в этом аромате, понимаете? Ну ладно, спасибо вам за ответ. Вот греки ваши. Так, ну это уже большое письмо очень. Почти что книга. Была избушка ледяная. Были отношения с девушкой на протяжении трех с половиной лет. Многое вместе пережили. Я хотел создать с ней семью. Заводил тему про детей. У нее до меня никого не было. Но она решила, что жить на Западе лучше. А в России нищета и беспредел. И улетела в Канаду. Это вообще даже уже не Запад. Я долго пытался тоже уехать в Канаду. Но не получилось. Даже продал машину, чтобы нанять репетитора по-английскому. А в Канаде-то все по-русски разговаривают. Что там? Зачем нам репетитор? Приезжаешь туда, я в Лос-Анджелес приехал, в Америку. Я там ни одного англичанина не встретил. Я там жил в русском районе. Там русские магазины. Там английский-то не нужен особо. Я думаю, я английский знаю, что-то скажу. Я все по-русски только говорил. И лекции на русском читал, там все нормально. Там не нужен английский совсем. А если как бы вы прилетели только в Канаду, тоже не волнуйтесь. Если вы ничего сказать не можете, они поймут, что вы русский. И все оформят вам, все как бы сделают и отправят вас. Не волнуйтесь, тоже все нормально. Там все понимают, что русский человек есть. Русский, ничего с ним не сделаешь. Даже русские, которые английский выучили, они все равно потом все по-русски там делают. В Америке. По-русски разговаривают со всеми потом. Все по-русски делают. Надписи все. Все. Магазины. И не просто... Не просто там, допустим, магазин, а вот именно на старом русском хлебобулочные изделия. Вот такое вот. Прошло полгода никаких писем, звонков. А, ну все, значит, аромат появился. Словно я никто и ничего не было. Ну, аромат появился, все. В чем была моя ошибка? А, это она аромат-то. Понятно, в чем была моя ошибка. Да никакой ошибки нет. Просто надо найти другой аромат. Проблема заключается в том, что девушка должна выбрать мужчину. А если она выбирает Канаду, значит, она несерьезный человек. Нет смысла с ней строить отношения. Надо просто себе честно в этом признаться. Не всегда это возможно. Что человек несерьезный, с которым ты хочешь... Ну, девушка выбирает Канаду, а не мужчину. Ну, как она будет в семье жить? Представьте, для нее семейная жизнь это менее важно, чем страна какая-то. Понимаете, нет? Женщина должна выбрать семью. Где бы она семья не жила, она принимает условия этой жизни. Тогда она счастлива в личной жизни. Если она выбирает страну, она так и будет ездить. Потому что в Канаде что, там лучше, что ли? То же самое, что здесь? Или там лучше? Кто считает, что там лучше? Поднимите руки. О, лучше. А в чем? А в чем лучше? Скажите, в чем там лучше? Давайте выясним. А? А? Добрее. Как? Добрее люди? А вы долго там были, нет? Нет? А сколько? Неделю? Я проконсультировал в Лос-Анджелесе 150 русских иммигрантов. Знаете, я что узнал? Интересную штуку. А в общем-то я в этом ведах уже знал об этом раньше. Что в каждой стране, в чужой, есть что-то лучше на первый взгляд. А потом мы обнаружим, что там есть что-то хуже на второй взгляд. И вот этот второй взгляд становится ключевым, потому что то, что нам радостно видеть, как на курорте, это хорошо. Но нужны те вещи, к которым мы привыкли, понимаете? Вот в Канаде там люди внешне мягче, внешне чище там, а внутри у них более холодные отношения друг с другом. Это невозможно объяснить. Это надо там пожить просто и понять, что вот этот холод, ты не достучишься ни для кого. Кто жил в Канаде, поднимите руку? Почувствовали холод вот этот? Понравилось вам, нет? А? Ну и что, вот холод понравился? Страшно? У меня один русский тоже мигрил туда, он рассказывал. Он приехал, когда в Россию оттуда, ему на таможне сказали матом. Ему так радостно стало, он начал обнимать человека. Почему? Потому что близкие отношения сразу, понимаете, очень близкие. Ну сразу честно сказали матом, близко очень. А там нет близких отношений, тяжело добиться. И он так соскучился, он начал обнимать, говорит, спасибо тебе. Он так соскучился по таким отношениям близким. Русскому человеку лучше вот так, честно матом сказать и все. А вот это деликатное, вот это вот на расстоянии, это очень тяжело потом становится так жить. Никому не достучишься, понимаешь? Да, мы со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Так 10 лет. Ну хотя бы один раз здрасте. Очень тяжело. Не то, что там плохо, там хорошо, но для других людей. Там хорошо жить, но для другого склада людей, понимаете? А нам вот такая жизнь нужна. Но иногда кому-то там лучше. Очень редко бывает. Такое бывает очень редко. В основном люди чувствуют страдания, когда они переезжают в другую страну. И так в каждой стране по-своему. Но в целом система такая. В Америке больше холода и тяжелее создать семью. А мы семейные люди по природе. Нам надо семья. Там тяжело очень. Там люди же привыкли жить по одному. Им так нравится. Даже в семье они живут по одному часто. На Западе там, там есть много чего другого хорошего. Там есть, допустим, вот эта вот роскошь жизни. Есть как бы устроенность, есть трудоустройство такое стабильное. В чем-то стабильность, в чем-то трудности. На Западе люди более деликатные в отношениях, более обидчивые. Им так же тяжелее, чем нам строить близкие отношения друг с другом. Они любят, как бы, определенность жизни и законы. Понимаете, у нас с этим проблема, у русских людей с законами. Поэтому там бояться русских людей страшно на Западе. Потому что русские что-то создают, все, законы не соблюдаются. И они страшно переживают от этого. У нас другая природа, более свободная, понимаете. Там надо просто счастливо жить. В такой вот своей природе, русской. На Востоке там люди более, чем мы, близкие друг к другу. Они у них более глубокие отношения друг с другом. Более религиозные, устойчивые семьи. Религиозные традиции. У нас меньше традиций религиозных, чем там. Понимаете, все по-разному. Ты приезжаешь на Восток, ты не сможешь так жить, как они. Женщина не сможет так вести себя, как мужчина хочет. Восточный. Западная женщина так не сможет себя вести. Ей будет очень тяжело. Поэтому каждому лучше жить там, где ты живешь. Два червячка вылезли, как бы. И один маленький сынок говорит. Папа, а правда в яблочках червячки тоже водятся? Правда. А в арбузиках? Правда. И в малинки даже водятся. Правда. Ну давай там жить. Нет, сынок, поползли назад. Там наша Родина. Понимаете? Где Родина, там и надо жить. Вот такой ответ. Ну ладно, у нас сегодня важная тема семинара. У нас, я думаю, мы уже собрались все вместе. Особенности семейных отношений в наше время. В общем-то, мы уже ее начали по запискам. Первая особенность – это изменение в характере мужчины и женщины. Что такое наше время? Давайте возьмем наше время. Что такое наше время? Мы думаем, о, у нас идет развитие наше время, да? Развитие. Мы думаем, мы развиваемся. Вот большинство людей считает, что идет прогресс. То есть мы развиваемся. Кто считает, что идет прогресс? Поднимите руку. Ну что наука, техника, культура, все развивается. Кто считает, что идет деградация? Лекции наслушались уже. Молодцы. Итак, смотрите, сейчас я все объясню. Что такое прогресс, позицевед? Прогресс означает увеличение духовности людей. Это прогресс. Самое ценное у человека – это отношения с высшими силами. Они дают чистоту человеку, они дают совестливость, дают возвышенные отношения также друг с другом у людей. Дальше прогресс означает уменьшение вредных привычек, увеличение устойчивости семьи, уменьшение грехов в жизни людей, а именно аборты, пьянство, разврат и так далее. Это означает прогресс. Увеличение культуры в жизни людей. Культура не означает швейцарские часы, наглазные брюки. Культура – это внутренняя вещь. Означает не изменять, любить друг друга, означает верность сохранять, устойчивость семьи, не лгать, по-доброму относиться к старшим, младшим, равным и так далее. Это называется культура. У нас культуры больше стало, нет? Семьи лучше сохраняются, нет? Пить стали меньше, нет? Богу мы больше верим, чем раньше, нет? Видите, у нас идет деградация сейчас, деградация, мои хорошие. Когда прогресс означает, люди любят друг друга, строят близкие отношения друг с другом, они чувствуют счастье в отношениях, они более простые, доступные, отзывчивые. Смотрите, идет отгорожение людей друг от друга. Мы даже не знаем, как знакомиться, люди не могут познакомиться, потому что нет отношений. Каждый человек живет отдельно друг от другого. В доме почти никто не общается друг с другом. Так? Мы становимся более независимыми, более отгороженными. Прогресс также означает, что люди могут большими семьями жить. Вот смотрите, мы не можем даже с родителями вместе жить. Это невозможно для нас уже. Если меня спросят, что лучше, жить с родителями вместе для русского человека или отдельно, я скажу, лучше отдельно. Почему? Потому что нет силы у русского человека жить с родителями. Поднимите руку, кто с родителями живет и счастлив. Вот это означает цвет нации. Вот эти люди цвет нации. Почему? Потому что у них есть вот эта врожденная культура в отношениях со старшими. А это очень сложно достижимо в наше время. Понимаете? Большинство людей не способны на это. Вот поэтому я и говорю, что прогресса мало. Прогресса мало у нас. Прогресс означает культурный прогресс, нравственный прогресс. А все остальное – это развитие техники там. Ну, в чем прогресс-то заключается? Что мы вместо рук теперь стираем на стиральной машине. Еще не факт, что лучше. Гиподинамия от этого развивает. Скоро человек вообще будет, как робот. Будет сидеть за компьютером, двигаться не будет. Покакать будет автоматически все происходить. Покушать – подноситься автоматически. В Японии уже придумали вакуумную доставку пищи. Понимаете? В доме вот вакуумная доставка в пище. Допустим, значит, хотел вот это покушать. Раз, и тебе – горячее блюдо. Классно же? Думаете, классно. Видите? С первого взгляда классно. А на самом деле женщины атрофируются. Они не могут готовить там уже в результате. Это означает пища без любви. Понимаете, все, что мы не по Богу делаем, все приносит страдания. Вот смотрите. Допустим, вакуумная доставка пищи означает готовим без любви. Готовим без любви, значит, любви в семье нет. Любовь создается с помощью служения друг другу. Допустим, муж не заботится о жене. Жена, муж, где будет любовь? Она через служение передает. Служить нечем. Готовит вакуумная доставка. Вот стирает машина стиральная. Там любви нет. Нет отношений в семье. Понимаете? Нет близких отношений, значит, нет любви. Все. Поэтому этот прогресс научно-технический еще не факт, что это вот развитие какое-то. Смотрите, все, что мы не как природа сделала, делаем, получается хуже, а не лучше. Допустим, где лучше жить? В деревянном доме на берегу реки или в многоэтажке? А? Кому без разницы? Вот молодец. Без разницы совсем. Я вот сейчас на 22 этаже живу в гостинице. Разница колоссальная. Когда человек, которого над земли живет, в коробке вот в этой каменной, человек же должен дышать природой, понимаете? Дышать природой. Он должен испытывать счастье от отношений с природой. Знаете, я вот сейчас живу в деревне, я знаю, что есть разница. Я открываю окно. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся. Ну, то есть счастье, понимаете, курочки бегают вокруг. Очень приятно. Вот, а на 21 этаже курочек нет вокруг, понимаете? Какая-то редкая птица долетит до середины Днепра. До 21 этажа тоже. Счастье же в отношениях. Когда ты живешь в этой коробке, там нет отношений. Счастье в отношениях. Я не на даче, я там живу. Каждый день тогда. Поют каждый день, да. А? Что после 22 этажа? А? Вы знаете, после 22 этажа можно иногда не дождаться, что поют. Да, потому что человек, когда он в этой среде живет, он теряет себя. Многие женщины, вот которые здесь живут в Москве, они не могут даже зачать детей. Это большая проблема. Того, что человек оторван от природы живет. Мы созданы в природе и в природе должны жить. Но так как мы создали сами эту жизнь искусственную, мы сейчас сами хлебаем эти плоды, понимаете? Я о чем сейчас говорю? Что это не факт, что этот прогресс является чем-то хорошим. Это не факт. Давайте серьезно как бы задумаемся, куда мы идем. И то же самое происходит в отношении. То же самое происходит в отношении. Поэтому отношения в наше время. Смотрите, в наше время что происходит самое главное? Люди получают неправильное образование. Веды говорят, что правильное образование означает с 7 лет до 13 человек должен получать нравственное воспитание, потому что в это время у него есть в сердце правильные понятия. дети, они очень открыты к чистоте. Дети вот в это время, они чувствуют, им скажут, будь честным, и откликается сердце. Понимаете? Потом уже после 13 лет не сильно откликается. Человек уже интересуется, как ему жить. и это означает, что он профессиональное образование должен получать после полового созревания. Но для чего нужно это нравственное воспитание? Оно нужно для того, чтобы женщина стала женщиной, а мужчина – мужчиной. А мужчины – мужчина – мужчины – мужчины – мужчины.